Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас еще чуть-чуть счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас. Спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, но и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и верить гиппо-позитивом. Я тебе так скажу, моя дорогая. Вот как только почувствовала, что начинаешь хандрить, вот прямо на старте, собираешься и сюда, сразу сюда, в Молодежный. Я тебе так скажу, в магазине Молодежный очень красивая новая коллекция осень-зима. Причем здесь ты можешь купить все, от пуховиков до домашнего, уютного, красивого трикотажа. Здесь представлены лучшие российские и белорусские бренды, а значит, качество, а также весь размерный ряд, что немаловажно, согласись. Вот что, мне нравится в Молодежном по всему магазину зеркала во весь рост. Вот идешь, а тут везде красота. Смотри, какой классный, да? На осень, на зиму такой мягенький, такой тепленький. А еще юбочка. Пойдем мне по мере, ты скажешь, как мне. Ну что, может быть, вдарим по классике? Представляешь, надеваешь такой костюм и все. Ты сильная, независимая женщина. Хочешь такой быть? Тогда иди и примерь. Не благодари. А, мимишка какая классная. Между прочим, у меня недавно день рождения был. А ты мне ничего не подарила. Не хочешь мне сделать подарок? Ну что, хантра прошла. А я тебе о чем говорила. Стоит только зайти в Молодежный. Все, как рукой снимет. А у тебя нет такого ощущения, что мы попали в настоящий Вьетнам? Как я тебе и обещала, мы на фестивале Луны в кафе Вьеткук. Посмотри, какое многообразие товаров. Ну, согласись, приятные воспоминания всегда поднимают настроение. Так, из кафе Вьеткук стоит сюда попасть один только раз, и ты будешь возвращаться снова и снова. И в мыслях, и наяву. Удачу привлекаю, благополучие и посетителей. Давай еще хорошую погоду призовем, а вдруг поможет. О, ничего себе, помнишь вкус знакомый с детства? Что? До сих пор его терпеть не можешь. Лекарство от всех болезней. Самая настоящая, вот та самая звездочка. А сколько она стоит? 50 рублей. За вкусной вьетнамской домашней едой и неповторимой атмосферой. Знаешь что, фестиваль по фестивалям, а обед по расписанию. В Вьетнаме на фестиваль Луны или Детский Новый Год вся семья собирается вместе, угощаются фруктами, лунными пряниками. А сегодня в кафе Вьеткут представляешь каждому посетителю бесплатный лимонад из маракуйи. Спасибо большое. А знаешь, почему он согревает в любую погоду? Правильно, потому что бульон варит для супа Фоба 12 часов. Спасибо тебе большое, что ты меня познакомила с этим кафе. Это теперь одно из самых моих любимых мест. Очень вкусная еда, праздничное настроение. Вот почему других такое не устраивает, да, кафешек? Мы бы туда постоянно ходили, если бы еще и угощали бесплатно. Ну, мечта. Ну что, как всегда, мальчики налево, девочки направо. А знаешь, почему девочки направо? Потому что даже если ей 5 лет, она все равно права. Осеннее обновление, гардероб. Смотри. Блогер. Серьезный парень. С таким и поспоришь. А может быть спортсмен? Готовый к новым рекордам. Горячий парень, потому что ему всегда тепло. Независимый мужчина. Даже дома. А это? Спокойной ночи. Вот если ты покупаешь вещь флисовую, носить тебе ее не сносить. Королева балла. Ты посмотри, прям с вуалю, с фатой. Я так не могу понять, что это, но очень красиво. Пожалуйста. На первый бал. А здесь звезда тиктока. А вот это красота. Чтобы принцесса не замерзла. Фитоняша. Как тебе этот образ? Просто леди. А как тебе капризуля? Что, не удержалась? Куда ты столько набрала? Акция 10% на все детские вещи. Так это для многодетных семей. Тебе как минимум еще двоих надо. Хотя во Флор и Тверь такие цены, что ты все это купишь без ущерба для семейного бюджета. Я умею завязывать галстуки. А ты, ты умеешь? Ну, понятно, муж умеет. А ты? Нет? Сейчас научу. Тебе нравятся мужские рубашки? Ну, в смысле, мужу твоему нравятся рубашки, да? Какие больше предпочитает? Классические? А, приталин и итальянские? Ой, можно подумать, ты разбираешься в мужской моде. Ну ладно, не обижайся. Я же любя. Иди сюда. Смотри, какую красоту покажу. Вот тебе промерять. Запонки. Не каждый мужчина умеет носить запонки. Зато если ты его видела, мужчина в запонках, это ему гаммин говорит. Вот представь, в элегантном костюме еще с такими аксессуарами. Ну и что, что у меня уже 10 шапок? Будто 11. Ну что, научилась? О, неплохо. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok